Бисмиллахи ррахмана ррахим Альхамду лиллаху ассалату ассаламу аля Расулиллаху аля алихи и ассахбихи аджмаин Амма баад Девятый вид из видов оставления Курана, который упоминает шейх, говорит Хаджруль истишфа и ваттадави бил Куран Оставление лечения посредством Курана То есть когда человек заболел, одна из причин излечения выздоровления Это чтение Курана Что дальше будет сказано после того, как шейх название главы сказал? Или аят или хадис? Или аят или хадис, барак вафикум Далиль, сразу же Далиль Аля Аллаху джалла ва аля Сказал Всевышний Аллах, субханаху атааля И мы посылаем из Курана то, что является лечением Говорит Всевышний Аллах Это является шифа и милостью для верующих И не прибавляют несправедливые люди, беззаконники, ничего кроме убытка себя Так же Всевышний Аллах сказал О люди, к вам явилось мауиза То есть вам явилось наставление от вашего Господа И так же шифа Излечение Излечение того, что в груди То есть того, что в душах И прямое руководство Так же, это все описание Курана Излечение, мауиза То есть проповедь полезная Прямое руководство и милость Для верующих, говорит Всевышний Аллах Так же Аллах сказал Если бы мы сделали Куран Иноязычным каким-то, не арабским То они непременно сказали бы О, если бы его аяты были разъяснены То есть если бы он был арабским, было бы понятно Они бы сказали Неужели он не спасался на каком-то ином языке В то время, как тот, кому он не спасался Говорит Всевышний Аллах Скажи Он, то есть Куран Для тех, которые уверовали Является прямым руководством и излечением Однако те, которые не веруют В их ушах глухота И он для них является слепотой Если так можно перевести Куран То есть не видят, не слышат они его Они как те, кого призывают с далекого места Бесполезно, все равно не слышат Передается хадис от Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах Что однажды сподвижники пророка, салам, были в путешествии И проходили мимо одной местности Где проживали арабы Ну, если так сказать, арабы Пустынь племя одно И они попросили проявить к ним гостеприимство То есть встретить, принять их как-то А они этого не сделали Ничего не предприняли Однако, затем стало известно, что Ужален вождь этого племени Так ведь? И они им сказали И они тогда уже обратились с подвижником И сказали, есть у вас кто-нибудь рак? То есть тот, кто сделает рукья То есть тот, кто может полечить нас Посредством каких-то, то есть чтения Кур'ана и так далее Ведь вождь этого племени был ужален Или же постигла его какая-то болезнь И один из них из числа с подвижником сказал Пришел к нему и прочитал рукья То есть заговор посредством фатихи Прочитал ему суру аль-фатиха И излечился этот человек после его чтения И как в некоторых реваятах хадиса сказано Как будто бы он был освобожден от аков То есть болезнь его так сковывала сильно Что когда ему фатиху прошли Настолько, что как будто бы его от аков освободили То есть так легко ему стало сразу И им за это дали или же предложили Какое-то количество овец-барашек Однако он отказался принимать их Пока я это не скажу пророку Пока я не упомяну эту историю нашему пророку Но это доказательство на что? То что знание прежде слов и дел должно быть Ему предложили и так далее Он говорит пока пророка не посоветую С ним ничего не буду делать Да, прежде чем совершать действия У пророка спрашивал Точно так же мы в наше время Нету пророков Но есть их наследники Так ведь Если мы в каком-то вопросе сомневаемся Не знаем У нас шаг Что мы делаем? Спрашиваем у ученых Как оно в этом вопросе и так далее И он пришел к пророку Упомянул ему это фокально Что он сказал Я Расуль Аллах Сказал посланник Аллаху Я только лишь фатиху читал Больше ничего Кто-то говорит Я не знаю Я же из Курана много не знаю Вот тебе далиль Фатиху знаешь? Ну конечно знаю Я намажу читаю Бисьмилля Лечись Кураном Читай фатиху Я говорит В Аллахе Ничего не читал Кроме фатихи То есть он даже может быть Как будто говорит Я не знаю Как это получилось Почему Почему так На что улыбнулся Пророк А кто тебе сказал Что ей можно делать заговор? То есть кто тебе сказал Что она рука? Затем сказал Сказал Возьмите Возьмите То что вам дали Из овец Их же отблагодарили Потом за это Сказал И выделите мне Тоже небольшую часть Из этого Из того Что вам было даровано Этот хадис Приводит Имам Бухари Сказал Мердец Навести его Навести его в его комнате Когда он лежит Прочитай ему Фатиху Несколько раз Прочитай Дуа сделай Которую Прохлям Это можно Во-первых Он услышит Куран Повторит Аллах сказал В этом Шифа Сколько мы аятов Прочитали Где Аллах Описывает Куран Что в нем Шифа Значит Надо им Лечиться Это один Из методов Однако Человек Прибегает Ко всему И оставляет Оставляет Куран Как средство Лечения Так ведь Это тоже Один из Видов Оставления Следующий Вид Оставления Аль-Ашир Десятый Хаджрут Таблих Оставление Донесения Курана Аллах Субханаху Аталя В Куране Говорит Кул Айю Шейин Акбару Шахадатан Кул Аллах Шахидун Байни Байнакум Вауха Илейя Хазы Куран Ли Унзиракум Бихи Ва Манбалаху Аллах Говорит Скажи о Мухаммад Что может быть больше В качестве свидетельства То есть на истинность Пророчества Что может быть больше Кул Ли Скажи Сам Аллах Является свидетелем В то время как Сам Аллах Является свидетелем Между мной и вами И был мне не способен В откровении Этот Куран Для того чтобы я Увещевал вас Для того чтобы я Предостерегал вас Посредством Курана И тех до кого он дошел То есть надо доводить Куран до людей Объяснять Призыв дел Даава делать Именно знаешь Даава посредством Курана делать Вот о чем речь идет Во первых В общем призывать Куран Во вторых Призывать посредством Курана Именно Дальше Аллах В Куране говорит В суре Алян Ам Ла ташхадуна Анна ма Аллахи Алихатан ухра Инна кум ла ташхадун Ведь вы свидетельствуете Что вместе со Всевышним Аллахом Есть иные Объекты поклонения Помимо него Кул ла ашхад Скажи я этого Не свидетельствую Пуль инна ма хуа Иляхун вахид Скажи это Единый Объект поклонения Аллах И я не причастен К тому Что вы предаете Аллаху Сотоварищи То есть Шейх Привел Татаят Почему Чтобы сказать Мне был внушен В откровении Этот Куран Для того Чтобы я предостерегал Вас И тех До кого он был доведен До кого он дошел То есть Таблиг Доносить Куран До людей Так же Всевышний Аллах сказал Баллиг Не выполнил послание Которое на него Возложил Всевышний Аллах Субханаху Для людей В Куране Поэтому надо Именно Куран Доносить до людей Не обязательно Приходите на арабском Читать Что нет Доносить доходчиво Те смыслы Которые в Куране Приводить аяты Смысл аятов Которые в Куране В Аллахе Достаточно В Аллахе Этого достаточно Многие говорят Нет Как мы будем Кураном призывать Когда они не веруют В Куран Субханаллах Смысл Курана В чем Чтобы донести Призывать людей К единобожию Если он не верит Возьми аяты Из Курана Аллах Субханаху Аталия Допустим Суре Вакара Говорит Видели ли то Что вы сажаете Вы ли это Взращиваете Или мы взращиваем Разве вот этими Аятами нельзя К неверующим Обратиться Когда нибудь Картошку сажал Или что нибудь Вообще сажал Сажал Одно маленькое Зернышко От которого Ты друг от друга Не отличишь Сажаешь С одного Выходит Красивый цветочек Со второго Что Какой Картошка Или с одного Помидор Со второго Еще что-то Так ведь Аллах говорит Афар айтум Ма тахарусун Видели ли то Что вы сеете Вы ли это Взращиваете Или мы взращиваем Кто-то сажает Ничего не выходит Кто-то не сажает Смотрит У него вышло Что-то такое Хорошее Вкусное И спелое Так ведь Да Кто взращивает Вы или мы Задумайся Разве это Неверующий Не задумывает Афар айтум Нару Ла титурун Видели ли вы Огонь Который вы разводите Вы ли Взращиваете Деревья для него Или мы Взращиваем Афар айтум Ла тит Ашрабун Аллах говорит Видели ли вы Воду которую Вы пьете Если бы мы Сделали ее Горькой Не смогли бы То есть Задумайся Тогда бурделуй Над этим всем Афар айтум Ма тумн Аллах говорит Видели ли вы Семя Которое Вы извергаете Во время Половой близости Что из этого Потом выходит Как это Семя превращается В эмбрион И так далее И тому подобное Субханал Разве не знамение Разве вот с этими Аятами Даже к неверующим Людям нельзя Обратиться Да Если кто-то Будет претендовать На то Что допустим Много разных Объектов поклонения Дозволенные Поклоняться И тогда То скажешь Как вот ты Кураном Докажешь людям Что Бог один Скажем так Пожалуйста Возьму аят Сура Му'минун Где Всевышний Аллах говорит Аллах не взял Себе сына И нету Вместе с ним Другого объекта Поклонения Если бы даже Так было Если бы даже Был бы кто-нибудь Еще Создатель Заслужив поклонения То каждый из них Схватил бы то Что он сотворил И одни бы из них Все равно Возвысились над другими То есть начался бы Спор и тогда Аллах говорит даже О том чего нет Но если бы было Как бы оно было И это так и получается Вот сколько Субханал Людей начинают бизнес Да И в итоге что Кто-то остается Один, двоем, троем И так далее Переругались Перебили друг друга Такого-то убивают Если деньги большие Так ведь Вот оно Вот оно так А здесь мы видим Абсолютное Что Гладь, тишь Все ровно Если бы были Да Вот так бы оно было Говорит Сегодня Но нету этого Это факт Эти маята Можно для размышления Предоставить им Можно Как рациональный довод Можно Значит в Кур'ане И рациональные доводы Есть Аллах говорит Разве вы не видели Верблюдов Как они созданы Посмотрите Строение Как они живут Как они воду копят Собирают Потом в пустынях Сколько это Как их называют Корабли пустыни Верблюды Так ведь По причине чего И так далее Видишь какой-то изъян Где-то трещина Где-то какая-то неполадка А горы Как они водружены Насколько они В землю вглубь уходят И так далее Задумайся над их строением И земля Как она распростерта Так ведь Разве эти аяты Не заставляют Задумываться Даже неверующих людей Заставляют И таких аятов Хадис ва-ля-харач Куран переполнен И после этого Вы нам говорите Как призывать Кураном Просто джахиль Ты просто не знаешь Курана Не изучаешь Куран Не читаешь Куран Не задумываешься Над Кураном Не читаешь Тафсир Курана Не летишься Кураном И поэтому Не доносишь Тоже Хадир лиль Куран Ты оставивший Куран Как я же не оставил Нет Ты оставивший Что донесение Кураном Избрал себе Другой путь Донесение Какие-то Свои Умозаключения И так далее Нет Призывайте Кураном Все время Какой-то случай Посмотрите Может быть В Куране Есть на этот случай Ученые Ученые Разговаривают Кураном Что-то случилось Там детишки Балуются Скажи Малякум Или Как шейхальбани Говорил Допустим Какой-то вопрос Задавал своим ученикам Молчат Он приводил слова Ибрахима Алейхиссалям Что с вами Вы не говорите Что ли Что с вами В чем молчите Когда шейхальбани Задал вопрос Ученикам Какой-нибудь Они молчат Он говорит Малякум Ля танпеку Приводил То есть цитировал Аят из Курана И много-много Сфаналла Это практика Наших ученых Когда человек Занят Кураном Он и разговаривает Начинает Куран Хадисами И так далее Пророк Саллиллах Алейхиссалям Скал Ваан Абдиллях Ибни Амр Рады Аллаху Анхума От Абдулла Ибни Амра Да будет доволен Аллахим И его отцом Передается Аня Набия Саллиллах Алейхиссалям О том Что пророк Саллиллах Доносите от меня Хотя бы один аят Что делаете Доносите Не надо оставлять Донесить Обязательно Хотя бы один аят Но доносить И доносить что Куран А не так как Хизбут Тахрир Допустим Я сам свидетелем Я являлся Некоторые представители Валлаху Аль Мустан Которые как раз таки Они и заявляют Что как ты будешь Делать догват Неверующим посредством Курана И так далее И тому подобное Когда они не верят В этот Куран Когда они не понимают Арабского языка Мучерки во время Пророка Саллиллах Понимали арабский Осознавали красоту Поэтому он к ним Обращался с Кураном В наше время Все совсем по другому И так далее И тому подобное Таеб Все Аллах убережет От их заблуждений Надо доносить Куран Именно Доносить Кураном И доносить до людей Куран Аллах Субханаху В Куране Сказал В суре Кав В последнем Самом аяте Фазаккир Биль Курани И предостерегай Или же напоминай Кураном Именно Кураном Того Кто боится Обещания Всевышнего Аллаха Или того Кто боится Угрозы Наказания От Всевышнего Аллаха Таких людей Предостерегая Напоминаем Увещевая Чем? Кураном Аллах говорит Фазаккир Биль Куран Дару кафиран Миналва Айзин Ла ячалю Умдатаху Куран Однако мы видим В наше время Большинство Проповедников Большинство Призывающих Можем добавить Не делают Своей основой Куран Филистидляль Когда приводят Доводы Ва Раббуна Субханаху Ата'аля Якуль И Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля Сказал Аллах Субханаху Ата'аля Сказал Неужели им Недостаточно Того Что мы Неспослали Тебе Писание Книгу Которая Читается Им Неужели Курана Им Недостаточно Воистину В этом Милость И напоминание Для Верующих Людей Говорит Что даже Доходит До такого Что некоторые Проповедники Дают свою Проповедь С газеты То есть Читают Проповедь С газеты Вроде Смешно А вроде Так и делают Вы знаете Что если Газета Раз в неделю Они именно С этой газеты Должны проповедь Читать Просто Не все Это соблюдают А по факту По закону Да Она так и Называется Эта газета А по закону Они должны Вот с этой газеты Там все у них прописано Некоторые Даже дают Худбы С газеты Ну ладно Если в этой газете Действительно Аяты И хадисы Проблем нет Нам не важно С листочка С газеты Откуда хочешь Считай Хоть с планшета Так ведь Однако суть в чем Чтобы доноси Куран До людей Доноси именно Куран Говорят В такой-то газете Сказано На худбах В Аллахе Есть такое Есть братья В некоторых деревнях Субханалла Вместо того Чтобы давать проповедь Что делают Считают Кто сколько милостыни На протяжении недели дал Пофамильно Допустим Они в тетрадке Записывают И вот Вместо проповеди Встают И говорят Такой-то Такой-то 20 рублей Такой-то Такой-то 30 рублей Итого У нас получается На этой неделе 2000 рублей Газ покрыть можем Вот это проповедь Вот это В Аллахе И это есть Есть же брать Есть брать Говорят Сказано В такой-то газете Аукалилмасуу Альфуляни Или такой-то Человек сказал Таким образом А ведь Всевышний Аллах Субханаху В Коране Говорит О те, которые Уверовали Когда призываются На молитву В пятничный день Устремитесь К чему? К поминанию Аллаха Не к чтению Газет Каких-то Нет Устремитесь К поминанию Аллаха Говорит Аллах И оставьте торговлю Это лучше для вас Если бы вы только знали Поэтому проповеди Какие-то наставления Они должны быть Посредством Зикра То есть Курана И Сунны Вот к чему ты должен Призывать То есть Посредством Зикра Зикр это Куран Сунна Слова Сахабов Тоже Можем так условно Отнести Но Основа Это Куран А не только Лишь какие-то Новости Сообщать Кто сколько Дал И так далее Поэтому я не договорил Вот эти братья Если ты послушаешь Их давать Нет у них давать Куран У них есть листовки Определенные Я даже Для интереса Читал Листовка Допустим 20 страниц Те кто их знает Знают Это известная Листовка Называется Важно ли думать О смысле жизни Допустим Такая есть Распространяется И вот там 20 листов На последнем Только На последней Странице Один аят Проведен Все это До этого Какие-то Размышления Умозаключения Подводка К чему-то Чему ты хочешь И так далее Нет В Куране Достаточно Аятов Они не понимают Что Куран Он Мубарак Он благодатный Если ты им Будешь Доносить Кураном Правильно У тебя Барака Будет давать Люди будут Отвечать Принимать Вставать На прямое Руководство А каким бы ты Умным Себя не считал Сколько бы Дипломов У тебя Не было Если ты Будешь делать Дава Не так Как Пророк Салям Как бы ты Красиво Не сказал Каким бы Оратором Ты не был Как бы Красноречиво Ты не выражался Результата Не будет Почему Барака Нет Вы про это Забываете Что Барака Важно Чтобы Аллах Дал Барак В твоем Дагвате А он Будет Тогда Когда Куран Когда Ты будешь Брать То что Мубарак То что Благодатно А это Куран Именно Им будешь Призывать Им Дагват Делать Так вот Они сидят Их Дагват Если послушаешь Допустим На примере Хизбут Тахрир Говорим Нет у них Курана Почитаешь Их Листовки Нет Аятов Нет Хадисов Послушаешь Их Просто так Как Один брат Сказал Валлах Я говорит Субхан В автобусе С одним братом Так получилось С одним братом Ехал Оказался Хизбут Тахрирщик Башлар Кот Ты Говорит Валлах Мозги Вскепели Говорит У меня Потому что Вот они Грузят 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 Всякие Философии И так далее Аяты Легко Слушать Даже Люди Со слабой Слабой Верой Иногда Слезу Пускают Когда Ты Просто Приводишь Аяты Объясняешь Рассказываешь Все Браты Открывают И слушают Когда Речь Всевышнего Аллаха Суханна Хваталя Идет Даже Люди Которые Может быть Насмехаются Над Мусульманами В общем Но Когда Ты Садишься И Начинаешь Доносить Куран Брат Изменяется Их положение Валлах И они Прислушиваются Они Уважать Начинают Тебя Не потому Что Ты Такой Потому Что Ты Говоришь Слова Всевышнего Аллаха Суханна Хваталя Не просто Так Доносишь А послушаешь Этих Валлах Я как-то В мечеть Захожу И диалог Я говорю Один пытался Сделать Дахват Другому И вот Я Обрывок Просто Из диалога Обрывок Схватил Пока Прошел Мимо Комнатки В Тахарат Хану Он говорит Вот брат Давай Мы с тобой Задумаемся Вот Человек Является Цивилизацией Или нет Брат Какая разница Человек Является Цивилизацией Ну у них Это вот Такой Далекий Брат Философский Какой-то Подход Как Ивентайми Говорил Этих Философы Брат То к чему Можно Прийти Легко И просто Они все Усложняют Какой-то То есть Им вот Надо Прийти И когда Говорят У человека Спрашивают Покажи Где у тебя Ухо Место Того Чтобы Вот так Показать Рукой Просто До уха Нет Говорят Они делают Большой Круг И говорят Вот оно Даже если Правильно Показывают Сзади Через голову Руку Проводят И правой Рукой К левому Уху Говорят Вот Мое Ухо Ну да Это так Ну зачем Вот Вот оно Достаточно Вот это Путь философов Человек Цивилизации Или нет Субханаллах Или они Сотворены Без Ничего Просто так Появились Или же Они сами Творцы Задумайся Само по себе Ничего Не бывает Может быть Сами себя Сотворили Нет Значит У этого Есть Творец Аллах Создатель Каждой Вещи Поэтому Мы говорим Надо Доносить Куран Надо Доносить Куран Чтобы люди Знали Доносить До них Объяснять Мы говорим Надо Доносить Куран Акцентируем Внимание На обоих Словах Доносить Надо Нельзя Оставлять Куран Надо Доносить Кто-то Говорит Надо Доносить Джамат Таблих Таблих Он же так и переводится Таблих Донесение То есть Доносят Они Доглат Делают Но Доносят Что Опять же Невежество До людей Доносят Перепутанное Ширком Ширком Сказками И Беда Раз Нет Надо Доносить В этом Мы с вами Согласны Но Что Куран На основе Знания Куран Другие Обладают Кураном Знают Куран И так далее Но Не доносят Как мы О них Говорили Нас Аллах 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 Аллах